Олег Станиславович Лебедев Олег Станиславович Лебедев Олег Станиславович Лебедев Пожалуйста, звоните в нашу студию по телефону 300-190 Ну и давайте сразу без обиняков перейдем к делу Олег Станиславович, первый вопрос вам Я уже сказал, что был указ главы нашего государства Касающийся жилья, комфортной городской среды В какой степени наш город в нем смог поучаствовать И какие есть предварительные, может быть, уже результаты? Ну, давайте все-таки начнем с того, что напомним В чем смысл этого указа президента Действительно, регионам выделяются очень серьезные деньги Из федерального бюджета В областном бюджете мы и в городском бюджете Закладываем достаточно серьезные деньги И согласно указу президента К 2024 году мы хотели бы добиться Ну, принципиально других условий Проживания наших жителей в наших городах Все мы хотим жить в красивом, благоустроенном городе И вот если мы говорим об указе президента Я специально хочу даже пометить Индекс качества городской среды в городах к 2024 году Должен повыситься на 30% Второй тезис, одна из главных мыслей Когда мы говорим о городской среде нашей О том, что городская среда должна трансформироваться Именно по запросам нашего населения Более 30% населения должно принимать участие Как минимум 30% в том, чтобы выбрать Какие объекты мы ремонтируем, как их мы ремонтируем То ли мы делаем много дворов, то ли мы берем отдельные дворы И много туда тратим денег, я приведу цифры Какие мы видовые места в городах делаем Что за этим, что это влечет То ли это набережные, то ли парки, то ли скверы и так далее Ну и конечно, все это должно сформировать Другое качество жизни в нашем городе Ну и последний момент Мы как представители общероссийского народного фронта Вместе с жителями, вместе с депутатами Как наш губернатор говорит, должны еще и участвовать В приемке этих объектов Следить за качеством выполненных работ За соблюдением сроков этих работ Чтобы сметы тоже, потому что скрытые работы выявляются Все это необходимо делать То есть задача простая, заканчиваю, Дмитрий Мы должны эти деньги потратить эффективно Добиться серьезных результатов Многое мы сегодня уже видим, да, с вами Но вот президент такие задачи перед нами А можно сразу, пока мы не закончили эту тему, все-таки о каких суммах идет речь? Вот на этот год конкретно, что было из федерального бюджета выделено? Дмитрий Леонидович, здесь программ очень много Если мы сейчас будем говорить о конкретных суммах Мы видим, что есть программа благоустройства дворов Вот если мы, например, говорим И на примере нашего Заворского района Где мы с вами депутатами скажем То за три последних года около 40 дворовых территорий Было реконструировано в Заворском районе Если говорить точно по той справке, которая у меня есть Это 38 дворов Но возникают определенные вопросы Потому что 38 дворов мы, например, сделали А надо еще сделать более 100 Почти 200 дворов нам еще необходимо сделать В Заворском районе Я сейчас говорю про Заворском районе И здесь мы с вами сталкиваемся с какими вопросами Вот мне жители задают Вот, например, в 2018 году На улицу Паша Савельева, дом 52, большой двор, корпус 1, 2 и 4 Например, там серьезные работы проводились Было потрачено 23 миллиона 851 тысячи рублей Или, например, вот Паша Савельева и дом 2, и дом 2, корпус 2 13 миллионов 574 тысячи рублей И жители говорят Может быть, иногда лучше больше дворов сделать Понимаете, да? А не в отдельный двор вкладывать такие большие деньги Потому что иногда, когда мы с вами в приемке этих дворов участвуем Мы тоже сталкиваемся с тем, что вроде бы и сделали красиво и неплохо А все равно есть определенное недовольство граждан С чем это связано? Кому-то хочется больше автопарковок, кому-то детских площадок Вот это я перебью, поскольку я здесь представляю глаз народа И к нам в новости постоянно звонят жители Вот Паша Савельева... И на улице, наверное, к вам подходят? Ну и на улице подходят, задают вопросы Приходится доставать телефон, какие-то адреса записывать Для того, чтобы съемочная группа уже выехала и разобралась на месте По Паше Савельеву, что хочу сказать Еще два года назад были замечания Сейчас этих звонков меньше Подтверждаете то, что работа ведется Но вот буквально на днях у нас был другой репортаж По Чайковскому, если мы будем говорить Например, о разных районах Там вообще, значит, придомовая территория убитая И поскольку мне удалось сегодня встретиться с вами в прямом эфире У меня вопрос Если мы заявили эту тему Показали, что действительно у людей есть проблемы Что же дальше будет? Какова реакция властей, депутатов, которые отвечают за эти территории? Ну что, Алексей Александрович Я давайте просто от себя скажу Чтобы жители понимали, что это речь идет о центральном районе города Твери И там есть депутаты, которые курируют конкретно эту территорию О которой вы сказали Что будет дальше? Трудно сказать Дело в том, что я возвращаюсь к этому сюжету Дому в следующем году исполнится 40 лет Как сказал один из представителей общественности этого дома Хуже в их дворе еще не было никогда То есть он говорит, что они многократно обращаются в администрацию города Их там не слышат, по-моему Потому что ремонт двора не ведется, не делается Ну давайте, коллеги, вот все-таки немножко градус понизим и конструктивно Конечно, во-первых, что нам не очень нравится То, что я этот, конечно, двор, ну знаю Я когда избирался главой города, там проводил встречи Двор чем? Мало того, что это огромный дом Там еще и находится один из лучших детских садов Дошкольное учреждение центрального района Очень популярное Трудно туда попасть Во дворе И все тоже проезжают к нему, чтобы детишек привезти Или просто пешком с общественного транспорта детишек отвезти и убрать Поэтому двор очень социально значимый И, насколько я понимаю, уже два года им обещают сделать вот этот ремонт И здесь нам о чем и говорит сегодня и президент наш Владимир Владимирович Путин И наш губернатор Игорь Михайлович Руденя О том, что если мы что-то людям пообещали, мы должны это сделать вместе ОНФ и мы, депутаты, должны это проконтролировать Конечно, мы, я надумаю, этот вопрос все-таки на заметку возьмем И с нашими коллегами поговорим И с руководством центрального района города Вот, поэтому это будем делать Александр Иванович, нам подсказывают, что у нас есть звонок в студию Давайте послушаем нашего теле- или радиослушателя Слушаем вас, говорите Представьтесь только, пожалуйста Здравствуйте, меня зовут Репина, Наталья Васильевна Я живу по адресу Мусоргского Наталья Васильевна вас зовут? Да, да Так, слушаем вас Я живу по улице Мусоргского, дом 6, корпус 5 У нас предворовая территория вообще ужасная Можно ли как-то решить этот вопрос? Потому что к дому вообще подъехать невозможно Это раз И второе, я бы хотела уточнить У нас в нашем доме нет вообще горячей воды Можно ли как-то решить этот вопрос? Давайте я попробую Ну, относительно горячей воды мы сейчас постараемся разобраться и вникнуть А вот тот вопрос, который мы услышали, он сегодня и говорит о том Типичный вопрос Типичный, что зачастую, вот как мы знаем, у нас есть положительный, например, на округе эффект Это дом Шмидта 40, где мы вместе с жителями, вот вместе с Дмитрием, с Юрием Владимировичем Ануфриевым Три или четыре года добивались ремонта этого двора, реконструкции его И добились Да, и причем добились-то даже не столько мы, а сколько старшие по дому, старшие по подъездам жители, которые нам поконят Но о чем идет речь? Так все-таки нам надо определиться, вот на ближайшие годы, что нам пытаться делать, вот направить большие средства на один двор или постараться все-таки сделать большее количество дворов Вот я сегодня, как человек, город знающий, Заворский район, я считаю, что может быть нам обратить внимание на следующий год и на ближайшие годы, вот для того, чтобы исполнить установку нашего президента Иногда сделать ямочный ремонт где-то, понимаете, не тратить таких больших денег, но охватить, во-первых, большее количество дворов, чтобы люди это почувствовали А так, когда у соседей двор замечательный, а у 20 дворов вокруг по-прежнему разруха, конечно, людям тяжело это объяснить Второе, еще раз обозначу тему, к сожалению, соответственно, из соседних дворов идут и говорят нам, а когда наши дворы сделают? Мы им обещаем, не всегда это получается сделать В-третьих, даже в тех дворах, где мы вот такие большие средства потратили, еще раз говорю, тоже есть претензии Потому что вот молодые мамочки, мне бы хотелось, чтобы Ирина ответила, приходят и говорят, вот вы тут взяли, парковок наделали, потому что люди хотят свои автомобили А для детских площадок, зеленых зон мало, подходит старшее поколение, говорит, вы знаете, а где наш уголочек, где мы могли бы на лавочках посидеть, среди цветов, пообщаться, поговорить Третий говорит, вы знаете, мы не автомобилисты, мы нам сделайте тротуары, или во многих дворах тротуаров нет, мы идем по вот проезжей части Я помню, когда я главой города был, мне некоторые писали, мы благоустройство делали плиткой, да, или брусчаткой И говорили женщины, мы там каблуки свои портим, а сегодня есть дворы такие, которые просто вот не перепрыгнешь через эти лужи Олег Садович, уважаемые телезрители, мы прервемся на буквально несколько минут на рекламу и обязательно о еще более важном, актуальном поговорим в следующей части Ну а мы продолжаем наш разговор и приветствуем тех, кто только что включил телевизор или радиоприемник, очень правильно сделали, потому что мы говорим о самых острых, самых насущных проблемах нашего города, его обустройства И я знаю, что у нас сейчас есть звонок, давайте в первую очередь послушаем нашего телерадиослушателя Здравствуйте Здравствуйте Меня зовут Валерия, и я хочу сказать, что очень жаль, что у вас в программе тема дня ни разу не было представителей пролетарского района Но это больше к ним вопрос Да, это больше к ним вопрос, и да, потому что они не приходят Я живу по просвету 50 лет октября до 16 Так вот, по весне засыпали наши ямы у подъездов асфальтовой крошкой Летом эта крошка вся была машинами раскидана в разные стороны И теперь там не только ямы, но и холмы То есть ни с коляской не пройти, ни на машине не подъехать А в темноте пешком тоже не дойти, то есть сплошные лужи Валерия, вы обращались в администрацию района с вот этим вопросом? У нас старшая по дому обращалась, пока никакого ответа нет То есть и дорога вдоль 4-й школы, 1-й Мигаловский проект, Мигаловская набережная Все в ужасном просто состоянии очень много лет Принят ваш вопрос, Валерия, спасибо Спасибо Во слово только скажу, что все-таки ремонт от асфальтовой крошки Это такой аварийный ремонт, временный ремонт Конечно, нам нужно от него потихонечку отходить Больше такой крошкой мы стараемся подсыпать дороги в частном секторе А это, конечно, временный ремонт, качество его Хотя и поэтому тоже есть вопрос Я вот только что буквально полчаса назад вернулся с комитета Где мы обсуждали этот вопрос Комитет в городской думе проходил по социальной политике Мы туда пригласили администрацию города И в том числе этот вопрос обсуждали Вот я ранее направил запрос на имя заместителя главы города Вот он у меня попросил отремонтировать хотя бы крошкой Несколько улиц в Затверецком районе Причем были коллективные обращения поступали по этому поводу Но, к сожалению, ни одна улица не была отремонтирована Я попросил пояснить, куда был направлен Но куда эта крошка пошла, я не знаю Обустройство частного сектора Это очень важная задача Мы прекрасно понимаем Потому что у нас сегодня ситуация Я вот много езжу сегодня по районным центрам, Дмитрий И могу сказать, я радуюсь, что в Лихославльском районе В Сележаровском районе Порой улицы в частном секторе выглядят гораздо лучше Чем в областном центре, чем в городе Доноре Я вижу, что у моей коллеги есть вопрос Вот в этом смысле я хотела бы заметить Что иногда к нам обращаются люди пассивные То есть они видят в нас власть Чтобы мы пришли на место и решили все проблемы Вот, например, наш МИТ-40 Есть старшая по дому И по подъездам люди, которые неравнодушны Если они чувствуют, что проблема где-то пробуксовывает Стоят они на месте Следовательно, все равно они предпринимают любые шаги Для того, чтобы добиться, потому что они хозяева Своих территорий, вот это очень важно понимать А бывает, когда люди обращаются И хотят, чтобы за них все решили Так вот сегодня такая ситуация Когда за вас никто не придет и не решит И если вам нравится, например, чтобы у вас была парковка для автомобилей Это принимать решение должны сами жители А не тогда, когда уже все сделано После махать пола камера Ирина Викторович, наш земляк больше ста лет назад сказал Когда среди товарищей согласия нет На латых дело не пойдет Это я полностью подтверждаю Я не буду просто, чтобы меня обижать людей указывать точный адрес Но у нас есть на Комсомольском проспекте В Заволжье такой один двор, где стоят вот так вот две пятиэтажки В одной есть согласие, а в другой нет Так вот где есть согласие, там двор же европейского уровня Там уже даже под лавочками подиумы из плитки сделано Чтобы ноги не намочить, когда дождь идет А в другом, ну там есть очень сильные старшие по дому Там люди сообщают, вопрос решают Находят деньги, депутатов трясут Там свои скидываются и так далее А в другом доме мы подошли и говорим А что же у вас так, сломанные лавочки Это один двор общий Сломанные лавочки, машины на бордюре стоят Я говорю, они, да вот никак не можем решить Вы люди хорошие, вышли там одна ПТС Я говорю, а что они не можете решить? Старший по одежду есть? Нет Старший по дому есть? Нет Собрание вообще можете провести? Нет, никто не приходит Ну, извините На субботники не выходят Давайте мы поговорим еще об одной проблеме Да, сегодня очень многое делается на магистральных улицах Наверное, никогда такого большого объема ремонта не было На территории всех районов города И Пролетарского, и Московского, и Заволжского И Центрального района Конечно, большие усилия правительства Тверской области Игорь Михайлович Руденя этому внимание уделяет Сам бывает на улицах магистральных смотрит, как идет ремонт Причем по новым технологиям мы видим уже, да, качество асфальта Но и сегодня большое внимание уделяется благоустройству видовых мест в городе И мы видим тоже какие-то огромные работы И в этом году ведутся, и в прошлых годах были Ну, вот, например, работы вокруг обелиска Победы Да, мы помним, как такие интересные моменты удачные Площадь Славы Сейчас идет площадь Михаила Тверского, видовая улица Дементьева тоже В районах много делается там Но есть и... Ну, вот, я хотела бы перебить Если в этом смысле я абсолютно с вами согласна Но есть места, которые, скажем, там ремонт или реконструкция были начаты Ну, по определенным причинам Я не знаю, почему заброшены Например, вот я люблю совершать прогулки Центр города Вот если мы, например, возьмем парк Парк, например Пойму реки Тьмака То сначала вроде как бы были планы наполеоновские Но когда ты гуляешь, ты видишь, что там уже людей достаточно мало Почему? Потому что территория до конца Зато собак много Не доведена Что не может не радовать До логического конца То есть если мы хотим отдыхать, то это должно быть благоустроенное место Вот почему никогда не доводится делать до конца Ну, никогда так нельзя, конечно, говорить Но очень часто, да, некоторые проекты Я вот, знаете, могу привести пример Вот опять же, только что на комитете мы обсуждали У нас появилась аллея Славы Мамулини Казалось бы, здорово 37 миллионов рублей заосходовали Ну, знаете, вот понятие ложки дегтя в бочку меда Сделана аллея Вот пришли уважаемые люди От ветеранской организации, от вооруженных сил И они говорят, вот смотрите Аллея Славы сделана А по бокам стоят гнилые заборы Частный сектор, колючая проволока Какая-то ржавая натянута Ну, нет даже возможности, как-то это может быть зеленый язык Вот поэтому я и хочу вас вернуть к указу нашего президента У нас президент, человек мудрый И он и сказал, что очень важно Чтобы при выборе вот этих видовых мест При проектировании, что там будет делаться Учитывалось мнение жителей Вот когда мы говорим о пойме реки Тьмака Приведу пример У меня была дискуссия с Юрием Тимофеевым Мы с ним общались, естественно Он как действующий глава города Я как в прошлом глава И я его предупреждал, что это очень сложная территория Что она, во-первых, подтапливается Да Что огромные деньги понадобятся на ее содержание Что это не проходная территория Что, к сожалению, там не будет много И вот там я... Мне-то хорошо, я там живу недалеко И иногда, не часто, правда, иногда выбегаю туда На утреннюю пробежку Его позиция как? И меня там иногда преследуют собаки Причем не только бездомные Но чаще даже собаки Которые просто на вымывы опускаются Значит, хороший человек Они у вас чувствуют хорошего человека Вот А вот по поводу собак Это у нас до утра Давайте на секунду прервемся Давайте на эту тему Да, хотелось бы продолжить Продолжим Задавайте, пожалуйста, ваш вопрос Как вас зовут? Говорите Алло, алло, вы со мной? Да, 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 говорите Я Наталья Николаевна Значит, дорога, которая пролегает между нашим ТСЖ и соседним домом Который управляет управляющая компания, безобразная Это какой район? Кому обращаться? Адрес Это центральный район Ерофеева, 23 Понятно Так, в чем вопрос? Вопрос в том, что дворовая территория наша прекрасная А соседним домом, который по Волоколамке, дом 8, безобразная Ни одна инстанция не хочет решить этот вопрос Куда обращаться? Кому жаловаться? Спасибо за вопрос, мы поняли Мы поняли, да Но еще хотелось бы, чтобы мы вернулись к этому вопросу Потому что важна роль не только старших по домам, старших по подъезду жителей Но и роль управляющих компаний Вот в доме Шмидта 40 мы помним, как жители нашли все-таки взаимопонимание Со своей управляющей компанией И кое-что, и многое делалось из-за средства управляющей компании Особенно, когда мы ведем речь о больших домах Вот вдумайтесь Ведь, например, дом на Чайковского, номер один, про который вы говорили, огромный Это очень интересный дом для управления и обслуживания Потому что там большие деньги собираются по строке содержания Но управляющая компания порой тоже иногда не спешит что-то сделать полезное для граждан Не обращается в администрацию района, города с жителями, не организовывает их И роль управляющих компаний очень велика И об этом надо поговорить Но вернусь вот к пойме К нашей договорить, чтобы... Ну и женщины отвечают, что можно обратиться в управляющую компанию Или можно в ГЖИ, например, обратиться Но вообще надо разговаривать с жильцами, с администрацией района Привлекать внимание к этой проблеме Мы постараемся, вот все вопросы, которые центрального района Раз у нас и по Чайковскому один из главой района Мы поговорим и с депутатами городской думы Там очень авторитетные депутаты Там у нас и Арсеньев, и Гуменюк, и Ольга Руководитель больницы нашей Устинова То есть очень ответственные депутаты Наверняка нам удастся с ними найти Но давайте вернемся к пойме Это тоже, кстати, центральный район Так вот, туда колоссальные деньги были потрачены А сегодня что мы видим? Людей там мало Денег центральный район и администрация города На содержание этой территории вынуждены тратить Огромное покос травы После подтопления, да, может оно и не каждый год бывает Естественно, туда грязь забивается Ну, ее течением затаскивает Асфальтового покрытия нет Люди не очень хотят ходить В особенно плохую погоду По крошке или по траве И самое главное, вот количество собак Вы помните, да, нашу тему Ведь в городе Твери еще в 2009 году В каждом районе все-таки должны были появиться площадки для выгула собак А сегодня я вот почему туда не бегаю Я честно скажу, я побаиваюсь Потому что, ну, вот так страшновато Страшновато, что вот эта собака А многие, к сожалению, выгуливают их без поводков Без намордников Ну, если собаки, извините, крупные, Дмитрий, знаете Бойцовские Бойцовские Вы знаете, иногда я замечаю, что эта собака за собой тащит поводыря, так скажем, хозяина Но и скажу, что Ведь мы видим и случаи, когда и фекалии какие-то остаются И, к сожалению, не все хозяева за собой убирают Поэтому и не очень-то хочется с этих тропиночек куда-то в сторону свернуть К сожалению, именно за собой часто не убирают хозяева И заканчивается это тем, что вот сейчас принимается решение о том, что там построили огромный веревочный парк Хороший, замечательный Но людей там нет, никто не хочет им заниматься И вот сейчас принимают решение о переносе его оттуда Вот к чему мы и приходим Все такие решения, они должны быть очень выверенными Для этого есть депутаты городской думы, с которыми надо обязательно посоветоваться Жители, есть люди опытные, есть общественный совет при городе Твери И я знаю, что вот позиция главы города Алексея Валентиновича Огонькова Мы с ним являемся в этом плане единомышленниками Мы с ним совсем недавно говорили Что, конечно, при выборе вот таких видовых мест нужно быть очень внимательным Мы всегда говорим, давайте обустраивать там, где люди двигаются Вот какие места? Набережная реки Тверцы, набережная реки Волги Там, где идет много людей, когда они двигаются на работу К общественному транспорту, к школам, к детским садам Это, наверное, те места, которые приоритетны Велодорожки, да, вот как в Заворском районе мы набережную до Ленинградской заставы довели И так далее, и до Вагонного туда она пошла Поэтому это очень важный выбор О этом мы говорим Можно, пока мы далеко не ушли от этой темы Но по поводу гармонизации взаимоотношений животных и человека Это отдельная речь Но это ваша любимая тема Это просто актуальная тема, понимаете Я, конечно, нехорошо договорюсь, собаку съел Но дело в том, что это действительно важный вопрос, который волнует горожан И мы обязательно к этому будем еще возвращаться Я просто хочу сказать, что реально делается Вот только что сегодня в городской думе утром в 11 часов Наш комитет инициировал обращение к администрации города Повторное уже, чтобы они выделили места для организации площадок для выгула домашних животных Это вот сегодня будет направлено уже в администрацию города Вам, Илья Ильич, лично хочу огромное спасибо сказать Как своему коллеге и ученику в каком-то плане Что благодаря вашим усилиям и ваших коллег из городской думы Все-таки сдвинулся наконец-то вопрос Он очень сложный И, кстати, в ЗАГС собрание городская дума обратилась Это все-таки строится муниципальный приют для собак Но давайте мы это отдельную тему Мы раз обжигались на молоке, поэтому дуем на воду Но действительно строительство начато, оно идет А сейчас все-таки вернемся к выбору вот этих мест Давайте сейчас вернемся к звонку У нас есть звонок радиотелеслушателей И после этого мы продолжим Пожалуйста, задавайте ваш вопрос Алло Да-да, слушаем вас Здравствуйте, это Заволжский район, улица Оборонный, дом 1 Мы не раз обращались по благоустройству нашего двора И подписи собирали, и документы подавали Но не дружим со старшим по дому Он куда-то все, извините, то ли потерял, то ли еще что-нибудь Управляющая нам подсыпала крошкой Вот как пролетарский район говорил То же самое А сейчас у нас целое озеро во дворе Ребятишки идут в 21-ю школу Едут машины в реабилитационный центр Это вообще какой-то ужас Люди идут с палочками Это невозможно Мы обращались в свою управляющую компанию Но она дальше вот вопрос решать ничего не может Посыпала, сказала, что будет просто Я знаете вам, что вот по моему опыту Просто вот общения такого Могу сказать, что если у вас неэффективна управляющая компания То, наверное, уже нет смысла дальше ее там мурыжить Потому что они, скорее всего, тогда и не помогут Если вы не первый год обращаетесь Есть смысл обратиться к депутату городской думы Который курирует ваш округ, вашу территорию И плюс обратиться напрямую даже в администрацию Заволжского района Там могут помочь Ну, в конце концов, привезти там несколько машин крошки Если это идет тем более к муниципальному учреждению К школе, вы говорите, дорога Обычно в таких случаях реагируют Поддуму тоже можно переизбрать Надо переизбрать, конечно Вы еще очень мягко назвали Но дело в том, что мы поговорим Мы очень тесно взаимодействуем с нашими коллегами И с Сергеем Евгеньевичем Козловым Это территория тоже Заволжского района Да, он очень переживает за свой район У него помощник тоже депутат городской думы Женщина у Сергея Евгеньевича А, ну да, это Павлюг Павлюг, да Которая очень большое внимание уделяет Поэтому для нас Заволжский район Это, конечно, наша территория Мы оттуда избраны Наш родной район Поэтому, да, мы будем этим вопросом заниматься Но хотелось бы еще раз вот здесь остановиться У разных групп населения свои приоритеты Да, кто-то вот кого-то волнует Молодежь, пожилые, там, средний возраст Вот Ирина всегда ратует за мамочек молодых Я знаю, за семейный отдых Да Вот вы считаете, какие места в городе Вы бы благоустроили, какие вам ближе И как вот осуществлять Ну так вот сразу сходу сложно Конечно, это центр Но я к чему хотела бы сказать Вот прежде чем вот что-то начинать Надо народ спросить Лучших людей города собрать И трудовую интеллигенцию И людей бизнеса Потому что, когда возникают такие проблемы Это значит все-таки не до конца налажен этот диалог Ирина, я знаете, еще что скажу Буквально тоже возвращаясь в комитет, который только что прошел Дело в том, что мы вот это говорили, обсуждали Здесь еще есть один нюанс Очень верно, депутат Мамонов, тоже наш коллега, сказал Опытный депутат, дольше всех он у нас в Думе представляет общественность Он сказал, что... Это наш Заворский район Тоже наш Заворский район Там представитель комитета И он сказал, что понимаете, что вот просто так гражданам сказать Давайте с чего вы хотите И начинается кто влезет Предложить варианты Вот, предложить варианты Грамотные, проработанные Которые финансово могут быть подкреплены И после этого люди уже из них могут что-то выбирать Мы продолжаем разговор о благоустройстве наших районов, нашего города И у нас такое правило заведено Мы всегда даем приоритет нашей аудитории Нашим телерадиослушателям Вопрос аудитории Слушаем вас Да, говорите Алло, здравствуйте Добрый день Меня Андрей зовут Хотел бы обратить внимание на такую вот проблему У нас в городе и так дворы Многие не слишком хорошие дороги Порой не пройти, не проехать Еще и у нас Очень часто встречается незаконная установка Всевозможных блоков, заборов Цепочек, шлагбаумов и так далее Жители не хотят, чтобы там люди ездили и ходили То есть и так не проехать, не пройти Еще и такая проблема существует Есть проблема, спасибо за вопрос Понятно У нас, кстати, был опыт работы Знаете, как бывает иногда Приходишь вот в какой-то двор Еще когда даже предвыборная была компания И люди выходят и говорят Мы хотим здесь поставить блок Пожалуйста, поставьте Нас просто замучили У нас по детям, по ногам ездят на машинах Ну, как-то даже я не буду называть адрес Мы пошли навстречу Поставили мы в одном дворе этот блок После этого приходим навстречу в одну организацию Тоже не буду говорить в какую И нам первым говорят Какие у вас проблемы в этой организации И нам сотрудники этой организации говорят Слушайте, какие-то гады поставили блок вот там вот во дворе Вот вы не можете их найти, убрать И вот как тут быть? Одним хорошо, другим плохо Я думаю, что, конечно, здесь у нас, поскольку демократия Ну и все-таки, кроме демократии Давайте не забывать о определенных требованиях Должна проехать И пожарная машина Обязательно при условии, что да Что есть доступ для пожара Есть МЧС, скорая помощь Есть милиция В таких случаях мы отказываем Если нет дублирующего подъезда То мы отказываем Потому что мы всегда, когда мы это делаем Мы всегда сверяем с МЧС И второе Даже если мы берем один отдельный дом Вот о чем Дмитрий говорил Как помните нашу историю Про артиллерийский переулок Я рассказываю, когда мы там контейнерную площадку Для мусорных баков Четыре раза переставляли по кругу И она у нас вернулась на прежнее место Где она стояла изначально Представляете, такая вот была В течение пяти лет Мы ее вот четыре раза по кругу провернули И вернули туда, где она стояла изначально Потому что каждый хочет от себя ее отодветь Что касается блоков То, например, часто мы сталкиваемся с тем Что автомобилисты, живущие в этом дворе Говорят, нет, нам этот блок мешает Потому что мы с этой стороны Это всегда очень вообще конфликтная ситуация Взаимоотношения граждан, имеющих автомобили И, скажем так, пешеходов Понимаете, да Это очень сложная тема Точно так же, как мы всегда Вот говорим про роль управляющих компаний Берем один и тот же подъезд Один и тот же дом И часто видим, вот как Дмитрий говорил Один подъезд в доме Замечательный, чистый Цветочки стоят на подоконниках Занавесочки висят Кодовый замок В соседний подъезд заходишь Окна разбиты, окурки валяются Кто-то там кошечек кормит Тоже так Я не в плане Я люблю животных Да, прикормил И там запах Они, к сожалению, тоже несут Свой функционал Оставляют Зато крыс нет Да, есть в животных, конечно, плюсы и минусы Я сейчас не про это говорю Больше плюсов Но одни говорят Давайте кровлю ремонтировать У нас течет, да, крыша И, соответственно, другие говорят Вы знаете, нам надо подъезд покрасить Бабулечка, живущая на первом этаже Говорит, нет, вы мне лавочку поставьте Сделайте так, чтобы дверь не хлопала И поэтому это очень сложно Поэтому вот Еще раз вернусь Сегодня мы считаем, что роль управляющих компаний Мы вот по Заворскому району видим сегодня Не хочу критиковать И даже Мы замечаем, как одна управляющая компания Заворского района Вот она, потому что муниципальная В отдельных дворах ведет себя Вот таким образом Там, где есть коллектив Где жители пишут Требуют Ходят Обращаются к главе Заворского района К его заместителям К депутатам Они что-то делают Потому что, ну, соответственно Потому что они боятся Да, совершенно верно А видят, что есть рядом двор Который, ну, условно говоря Там всем все равно Такое впечатление, что это две разных компании управляют Потому что одна и та же компания в одном делает Другом не делает А у нас есть звонок Слушаем вас Говорите Алло, здравствуйте Здравствуйте Вы знаете, это опять с обороны на один Я хочу к господину Лебедеву обратиться Мы его знаем Мы его уважаем И считаем, что он примет меры Если мы сейчас настойчиво Я слышала ответ Что обращайтесь в Заворский район В администрацию Лично я ходила Отвечает Это не наша территория Не остановка вагонного завода Который напротив, около базара Ничего Это города Обращайтесь в администрацию города Куда мы только не писали Письма есть Начальнику ГАИ писали Что почему машины стоят везде Где нам не пройти Даже на остановке Ответ такой Не выявлено никаких нарушений То есть у нас не выявляется нарушение А вы говорите о том Что туда и туда ГЖИ проверила работу Нашей управляющей компанией Нам пришел вчера ответ Документы для проверки Вашей управляющей компании Не предоставлены для ГЖИ Поэтому Ваша управляющая компания Административно наказана И назначена повторно проверка С 1 ноября По 29 ноября Наталья Васильевна Видите, я вас запомнила Мы поняли вас Поняли Направлен в прокуратуру Тверской области И плюс Русакову Вы о чем говорите Ну все инстанции прошли Вы посмотрите Заедьте к нам У нас машины Вся вагонная завода Наталья Васильевна Давайте с вами так договоримся Давайте, чтобы это у нас не осталось Просто разговором Вот таким, чтобы это не повисло Вы напишите, пожалуйста Письменное обращение В том числе на Олега Станиславовича И вам подготовим ответ Уже более квалифицирован Мы не ответ Мы попробуем поговорить Во-первых Это округ не наш Мой округ Он находится от Ленинградской заставы До Сахарова Но поскольку это Заволжский район У нас с Сергеем Евгеньевичем Козловым Есть договоренность Мы друг другу помогаем Поэтому по оборонной номер Дома номер один Я вот себе пометил Записал Мы обязательно посмотрим Другой момент Мы сейчас по вообще этой территории Чтобы вам сказать У нас много вопросов И мы разговариваем с Трансмашхолдингом И с вагоностроительным заводом Чтобы они взялись курировать Вот эту территорию Потому что там очень много Компактно вагонников проживает Надо сказать Что у нас очень с Соловьем Андреем Михайловичем Хороший контакт Мы обязательно посмотрим Директор вагонозавода Да Эта площадь Она тоже является Вот они металлист привели В такое замечательное состояние Прилегающие территории Скверы, парки Нам бы конечно хотелось Чтобы здесь вот эта территория Она была бы образцовой Действительно Мы посмотрим Вы правда так и не сказали Все-таки кто обслуживает дом Честно говоря Вот вы говорите Всеуправляющая компания Но вы нам или напишите Или позвоните Мы с оборонный дом один Обязательно эту ситуацию посмотрим А вот кстати По поводу крупных предприятий По поводу взаимодействия По вагоностроительному заводу Значит По поручению губернатора У нас открыли кванториум В областной столице Лично сама Вагонзавод Вагонзавод Сделал ремонт Я первый раз пришла Сына записывать Для того чтобы он занимался На бесплатной основе Подходы к кванториуму Вы видели? Видели, да То есть понимаете Вот этот момент И только я увидела Поскольку я средства массовой информации Представляю Пресс-релиз От правительства Тверской области О том что вот Еще будет IT-куб открыт Для детей От 12 до 16 лет Занятия Я попыталась записаться Некоторые группы Уже были все расписаны Это о чем говорит Что если крупное предприятие Градообразующее предприятие Участвует в судьбе Своего города Получаются такие Хорошие результаты Ну то есть какое-то Соединение идет Вот мое добавление Давайте напомним нашей аудитории Что у вас еще есть время Задать ваши вопросы Или предложения Какие-то высказывают Телефон наш 300-190 Звоните И мы обязательно Ваше мнение Озвучим В нашем эфире Но сейчас я еще хотел бы сказать Что Алексей Александрович Возвращаясь к тому Что все-таки мы подводим Итоги компании По ремонту дворовых территорий Обустройства нашего города Вот в этом году У нас было сделано Всего 20 дворов Тогда как домов у нас в Твери Почти 900 Вот как вы считаете Такими темпами Ну просто пока мы одни делаем Другие же ветшают За это время У нас более 1300 МКД МКД я смотрел По моим данным 890 что ли домов Ну не суть Понятно что их около 1000 Плюс есть не МКД Есть частные дома Они тоже достойны Чтобы у них были благоустроенные Улицы и дороги Как вы считаете Мы сейчас пока Город у нас становится Все больше мы отделываем Все больше лучше дворы делаем Или мы все-таки сейчас Постепенно сползаем Потому что разные Вот смотрите Действительно По программе Некоторые дворы Были сделаны очень хорошо Вот мы говорили Да там Шмидта 40 например У нас Фурманова Вот мы сделали например Неплохо Дома вместе с вами Это был у нас В 18-й год Да У нас на Громова На Никитина 74 Кое-что сделано В этом году То есть Но количество Это небольшое Поэтому я и предлагаю Что Там где мы имеем Федеральные деньги Где действительно Эта программа По капитальному ремонту дворов По их реконструкции Мы конечно И губернатор Очень правильно Ставит задачу Перед нами Депутатами законодательного собрания Перед министерствами Максимум федеральных денег Забирать И их направлять Но не забывать Что нам необходимо Наряду с этим Не запускать И те дворы Которых у нас очень много И которые Вот недоремонт Очень большой Поэтому я Мое предложение Как вот Участника Общероссийского народного фронта На ближайший год-два Посмотреть ситуацию По ямочному ремонту Потому что Мы понимаем У нас тоже Где-то вот Крошкой подсыпали Помните Наш многоэтажный дом Рядом с Стадионом Луч Где живут даже Шоферы и водители Нашего Областного управления Подсыпали крошечкой Но она выбивается Спасибо администрации Заворского района Откликнулись на наши просьбы Но это все Временный ремонт Я еще раз говорю Там же рядом находятся у нас сотрудники Правоохранительных органов К нам обращались Потому что Они там заезжают Тоже Реконструкция Сейчас идет храма Но Все решается И нами Не очень просто Вот приведу пример Мы с Дмитрием Леонидовичем И Юрием Владимировичем Мануфрием Три года ведем борьбу Чтобы Отремонтировать Лестницу Например Спуск Который не работает С Тверецкого Старого моста В сторону Парусной школы Речного вокзала И самое главное Детского садика Где там Дети с ограничением По зрению И так далее И просит нас И епархия Там Свято-Екатерининский У нас монастырь Потому что многие ходят здесь И удобно Тяжело сдвинуть Вот эти вещи Порой Даже депутатские деньги Сколько мы помните Потратили сил Чтобы вот эту Спортивную площадку Парусной школы Сделать Привели в порядок Дорожечку Хотя бы маленькую Ануфриев Юрий Владимирович У нас занимался Чтобы люди могли Не по грязи ходить А гулять вдоль Поэтому вот Когда мы усилия Объединяем Тяжело эти вопросы Решаются Но здесь что-то сделали Здесь Депутатские деньги Деньги наших предприятий Как вот Ирина сказала Конечно основное Это все-таки Деньги городского бюджета Областного Федеральные средства Ну да Речь идет о соучастии Возвращаясь к указу президента Наша задача Как с вами Дмитрий Как представители Общероссийского народного фронта Не зря я начал с этого Четко определиться Что мы делаем Где мы делаем На какие средства мы делаем Насколько эта работа эффективна Важно их принять Посмотреть Потому что бывают и скрытые работы Где-то выявляются Начинают что-то делать Не всегда проект что-то учел Да там Что-то может быть И вот это наша задача Совместная работа Очень важна С управляющими компаниями Потому что я считаю Что вот в крупных домах В больших домах Вот как Чайковского один Пусть на меня не обижаются Управляющие компании Могут где-то Хотя бы такой Ямочный Выборочный ремонт Сделать Наиболее вот эти Багромные Выбоины Где там машины Не могут проехать Где лужи стоят Что-то сделать Потому что там Эффективный сбор На содержание дома идет С ними тоже надо Работать Очень внимательно И те задачи Которые перед нами И президент И губернатор Поставил И глава города Алексей Валентинович С которым мы Очень активно Общаемся Я знаю Что он с любовью Относится к нашему городу И человек весьма Ну скажем так Сам Отзывчивый Он старается Может у него ресурсов Просто не хватает Ресурса сегодня у города Вы знаете Очень не хватает Потому что К сожалению Сегодня долги городского бюджета К 2,5 миллиардам Приблизились Это тема Отдельного разговора И конечно И вот то ограничение К сожалению Сегодня уменьшается Количество сотрудников В администрациях Нашего города Меня беспокоит Тоже обращаются Ко мне сотрудники Потому что Это люди Которые на передовой Находятся Иначе ведь Все это население Оно придет В администрацию города На советскую площадь А многие вопросы Нужно решать на местах В районных администрациях Как я всегда говорил Своим коллегам Ведь я глава города Стал не для того Чтобы в каждом подъезде Там розетку Или выключатель Починить Или лампочку вернуть Это все должно Делаться на местах Наша задача Организовать Чтобы работали Управляющие компании Районные администрации А депутаты Они-то ведь больше Должны выполнять Контрольную функцию Скажем так Выбирать вместе С населением Приоритеты Правильно Встречаться Обратную связь Осуществлять Потому что У депутата Есть небольшой Депутатский фонд Но этими деньгами Никакие проблемы Не закрыть Поэтому вот Наша задача Сегодня Объединить Все усилия И вот совсем Недавно На партийной Конференции Единой России Где губернатор Выступал Очень четко Было сказано Надо объединять Все здоровые силы В городе Не взирая Порой И на партийную Принадлежность Потому что Общероссийский Народный фронт Это организация Куда Рада У нас много Коллег из разных Партий Входит Мы должны Вместе Работать Со всеми Здоровыми Силами Нашего города И постараться Так Чтобы не просто Потратить Вот эти Огромные Деньги Несколько Триллионов Рублей Наш регион Получит Благодаря Усилиям Прежде всего Нашего Губернатора Который Пользуется Поддержкой На таком Федеральном Уровне Серьезном Мы видим И председателя Правительства И главы Государства Чтобы мы Эти деньги Потратили Эффективно Качественно Чтобы они Дали свой Результат Чтобы люди Увидели Что их Условия Проживания На территории Города Улучшились И вот Эта работа Которую Мы сегодня И пытаемся Как-то Объединить И определиться Все-таки Я считаю Что Видимо Настал вопрос О том Что Общероссийский Народный фронт Будет ставить вопрос О том Чтобы мы И текущим Ремонтом Дворов Занимались Не только Реконструкцией Капитальным Ремонтом Но и текущим Ведь иногда Мы видели Эффект Вот у меня На Соменке Я никогда Не забуду Там тоже Большие Многоквартирные Дома Буквально Две ямы Мы сделали Там тоже Проезд До школьного Учреждения И Многоквартирные Дома Девятиэтажные Две ямы Сделали И люди Спасибо Сказали Но сделали Качественно Вырезали Как положено Фрезой Понимаете Да В хорошую погоду Сделали Края Пролили Как положено Положили Асфальт Такая пломба Она может В таком месте Где нет Больших нагрузок Потому что там Не ездят В основном Машины грузовые Иногда Мусоровозы Конечно проходят Но такая пломба Она В принципе Два Три Четыре Года Стоит И это Решает Проблему И стоимость Иногда Такой пломбы Она Составляет Там 20-30 тысяч Рублей Не 25 миллионов Рублей Вы понимаете Да Которые мы Вот иногда Потратили На один дом И стало Вроде лучше Но не все Жители Еще и довольны Как я говорю Мы тоже С вами сталкиваемся Потому что говорят Помните Нашу трагическую Ситуацию Когда нам Приходилось С вами Дмитрий И с Сергеем Мамоновым Разбираться Когда бабулечка Детскую площадку Порубила у нас На территории Моего округа Ей мешал Крики детей Мешали И она их Помните Снесла Самовольно Подключили полицию Принимали меры Но это Тоже такие моменты Очень сложные Всякое Я полностью С вами соглашусь Что чем не делать Ничего Из-за нехватки денег Лучше хотя бы По чуть-чуть Понемножку ремонтировать Если у нас был бюджет Как в Москве Мы могли бы Два раза в год Плитку обновлять Менять А у нас конечно Скромные возможности Поэтому Эффект От таких Ямочный ремонт Он конечно есть Потому что Это понятно Что лучше сделать По чуть-чуть Хотя бы 20 дворов Привести в порядок Чем один Сделать капитально Ну все-таки Эффект будет Больше Ну наверное Надо делать и то И другое Если будут деньги Конечно Там где мы привлекаем Федеральные деньги Почему я объясняю Потому что Вот многие Эти крупные проекты Чтобы люди не обижались Мы делали По федеральным проектам И контролировали их Именно это была Не текущий ремонт А реконструкция двора Надо четко понимать Что это разные Совершенно проекты Что-то делается По федеральным программам Что-то делается По областным Что-то про город Понятно Что жители города Это часто Ну как говорится Не очень они в этом Глупоко разбираются Им просто хочется жить В нормальном Чистом Красивом Благоустроенном Городе Замечательном А я считаю Наш город Наверное Самый замечательный Который единственный Между Москвой И Санкт-Петербургом Находится С такой историей Судьбой Но нуждается В следующем В уходе В следующем году Будем отмечать 75 лет До победы И первый областной Центр Освобожденный Город Конечно нам его нужно Привести в порядок Вот ко мне спрашивают Почему тоже критикуют Вот вы что у себя Перед ЗАГС Собранием Вот эта площадь Там реконструируется Она была там Не в самом плохом состоянии Но тоже нужно понимать Что в городе Есть видовые места Где проходят праздники Где приходят гости Где приходят ветераны Возлагаются цветы И конечно Наверное я всегда Гражданам Еще будучи главой города Говорил Вот вы когда гостей Готовитесь принять Вы наверное Начинаете убираться Не с кладовки где-нибудь Или не с дальней комнаты Куда вы там не поведете Да Наверное с гостиной С прихожей Правильно Посмотрите Как вы Это будете делать Но наша задача У нас люди живут Конечно во всех районах города И в самых отдаленных А у нас с Дмитрием Еще одна болевая точка Мы ее Хотелось бы Чтобы затронули И тоже губернатор На нее обращал внимание Это частный сектор Да Проезды Спортивную площадку Спасибо Юрий Владимирович Ануфриев И Дмитрий Леонидович Нечаев В Затверечье В Затверечье сделали Тоже Кому-то нравится Кому-то не нравится Но у нас еще и частный сектор есть И там тоже люди живут И тоже машины ездят И люди ходят И детей своих В школы В детские сады возят Этот вопрос тоже на контроле Но у нас остается буквально 15 секунд Уже до конца нашей программы Наверное Давайте такой Небольшой итог подведем Скажем, что действительно Многие вопросы на контроле На многие вопросы Ищем просто ресурсы Средства изыскиваются Обязательно все то Что вы сегодня нам сказали Мы записали И передадим В органы власти И конечно ждем вас снова В эфире И для того, чтобы продолжить Этот длинный и серьезный разговор Всего вам доброго До встречи До свидания До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова